В Капитолии Сакраменто обсуждается законопроект, который позволит в документах, удостоверяющих личность, вместо мужской или женский, иметь отметку третьего неопределенного пола. Таким образом, говорят лоббисты проекта, власть официально признает существование так называемого населения non-binary. Так называет себя D. M на водительских правах, по его словам, не отражает то, кем он является. Это очень маленькая отметка на документе, но она огромна в том смысле, что она мне не подходит. 44-летний Ди родился в мужском теле, но всю жизнь он ощущает себя иначе. Я всегда понимал, что я не мужчина и не женщина, но не знал, как это называется. Я был не такой, как мои одноклассники. И только 6 лет назад я узнал слово, которым это можно описать. И тогда все, что со мной происходит, начало приобретать смысл. Я понял, что именно так я себя ощущаю. В случае принятия законопроекта, экс как возможная опция будет предложена на свидетельствах о рождении, удостоверениях личности и водительских правах Калифорнии. Это, по словам авторов проекта, позволит людям нейтрального пола жить в обществе в соответствии со своей идентификацией. Ежедневный стресс, через который мы все проходим, приводит к тому, что 41% из нас пытались покончить жить самоубийством. Я также совершила эту попытку. Нам нужно признание на уровне закона, чтобы защитить наши жизни и чтобы иметь возможность просто жить. У законодательной инициативы есть и противники, в основном представители христианской общины штата. Как пастор, я часто консультирую людей по вопросу гендерной идентификации. По моему опыту, сила молитвы и веры в Иисуса может помочь этим людям встать на верный путь. Оппозиция обеспокоена и тем, что законопроект может дискредитировать существующую систему документов, а также привести к тому, что биологическим мужчинам, которые идентифицируют себя как женщины или нон-байнери, будет позволено пользоваться женскими общественными туалетами. Если Gender Recognition Act будет одобрен в Сенате Штата и подписан губернатором, Калифорния станет первой в стране на законодательном уровне, признавшей третий нейтральный пол. Евгения Дилло, Настоящее время Америка, Сакраменто.